привет ребят очень рада вас видеть точно также ребят пишите вопросы а пока поболтаем пока будут собираться я бы хотела ответить на несколько вопросов и еще раз сказать о каких вещах то есть хотела бы ответить на вопросы по по клубу меня спрашивают очень много ребят что там в клубе такое у вас есть что что вы там делаете для чего нам там присоединяться и ну все вот эти вот вопросы я бы сразу же вам хотела сказать что в клубе проходят эфиры у нас там нет расписания какого-то определенного что чтобы там я придерживалась этого расписания нет когда хочется тогда и делаем это где-то раз в неделю происходит раз в неделю происходит и мы говорим там о тех вещах которые не озвучиваются в прямых эфирах то есть закрытые какие-то темы закрытые темы о каких-то экспериментах о тех частей частей планеты как про которые не принято говорить где покрыто все какими-то тайнами какие-то возможно обсуждения там у нас есть и марафоны и когда у меня ретриты то на ретритах я всегда в прямой эфир выхожу к ежедневно час ребята бывают со мной на ретритах вот вот это вот мы и делаем закрытым клуб поэтому если интересно какие-нибудь такие каверзные темки то присоединяйтесь вот и еще хотела еще раз ребят напомнить мне сообщение в личные пишут такое например там привет и все я на такие сообщения не отвечают если у вас есть какой-то вопрос вы его напишите если я смогу на него ответить но если я смогу на него ответить в sms давайте так называем но такие вопросы как вот у меня со здоровьем случилось вот это вот у меня после сухих дней такой-то отек у меня то-то у меня то-то что связано там со здоровьем либо с какой-то личной жизнью куда нужно вникать и я тогда отвечаю я тогда сразу же пишу что по sms я не консультирую но то есть вы понимаете да то есть человек не пишет что у него там что-то с его здоровьем а ему такая смс написала пойди сделай это то есть нужно же знать и я так описываю что я по sms не консультирую мне нужно знать какой у вас образ жизни какое воспитание как вы если это касаемо сухих дней как вы заходили на сухих дней как вы выходили почему такая ситуация почему такая реакция было ли это раньше и эти все моменты естественно я не буду по sms обсуждать мне это неудобно мне это неинтересно и мне люди просто пишут такие письма которые элементарно даже не читаю давайте уважать время друг друга если вы хотите действительно хотите углубиться в ваше здоровье то тогда нужно углубляться если вам ваше здоровье побоку и вы готовы там на какой-нибудь там отмахнуться sms но это не ко мне мне важен результат мне мне не важно что какие-то вот эти вот процессы которые не дадут результативного исцеления поэтому вот так так добрый вечер добрый вечер так светлана имеет ли смысл прорабатывать травмы с психологом я имею ввиду именно через проживание снова этого всего исцеляться действительно ли это исцеление или может быть более простой путь но если вы говорите про погружение нужно смотреть какая ситуация у вас но есть более простой путь я об этом я об этом всегда говорю вам я об этом говорю практически каждый эфир если смысл работать с психологом либо с кем-то еще но наверное есть есть в том смысле что вы очень часто не замечаете тех вещей которые лежат на поверхности и другой человек он просто смотрит с другого ракурса ему удобнее увидеть то что недоступно для вас наверное я бы так сказала и вы же должны понимать что вы находите себе тех людей которые отражают вас неважно чего это касается это касается какой-то заботы либо это касается какой-то обиды либо это касается какой-то жалости ведь человек становится сильнее с каждым разом и в какой-то определенный момент он понимает что ему не хочется себя жалеть что он уже такой сильный он может совсем с этим справиться но тут находится какой-либо человек которого можно пожалеть пожалеть за любые моменты за расставание с тобой за не за материальную несостоятельность за какое-то дефицитарное действие это когда думаешь но я же вот такой или такая молодец я могу его пожалеть а что такое жалость к другому другой то ведь это ты и получается что ты жалеешь себя прикрываясь им ты журишь себя прикрываясь кем-то все что ты делаешь в мир ты это делаешь для себя всегда для себя все твои обиды все твои неисполнение чего-либо вся твоя дефицитарность это ты как ты это себе показываешь готов ты это себе показать открыто сам для себя или готов это немножечко скрыть лукаве что ты это делаешь для другого ведь любой другой это всего лишь твое восприятие самого себя готов ты принимать себя по-иному готов ты по-честному сказать что я здесь делаю кому я здесь нужен и но здесь много светов да надо сделать расстановку если получили психотравму это опять о чем у нас сейчас ребятами идет марафон деньги это просто и я попросила домашнее задание я говорю ребят в 10 строчек напишите чем вы можете быть полезны то есть вы так вы познакомитесь друг с другом и так вы увидите увидите те дары которые готовы вам люди дать и что в результате получилось в десять строчек практически никто не уложился и там было целое целое повествование целые рассказы но рассказы были не о том что я могу тебе дать а рассказ какой классный какой классный специалист какой классные родители жена муж еще кто то там и вот этот когда идет любование собой то есть что ты можешь сделать кто я такой кто я такой ведь на самом деле это не интересно человеку интересен кто-то другой ему же интересен только ты сам и когда мы начинаем вы начинаете рассказывать про себя и много 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 описывать я вот получил диплом там то я был вот с этими тагурами я исцелил излечил вот столько-то людей от таких-то заболеваний я я я я я я я а а для чего ты это говоришь ты задумался ты же это говоришь не для того чтобы другой человек про тебя прочитал ему не интересно что ты ему интересно что ты ему дашь они что ты сделал что ты конкретно ему дашь вот тебя есть целю потому что у меня есть опыт можно же это складе одним предложением но ты же очень много пишешь и тогда задумайся почему ты это много пишешь про себя свои лавры это же оправдание это ну приди ко мне ведь я самый замечательный ведь я лучше всех и ты как будто оправдывайся ты не говоришь о своих регалиях ты думаешь что ты говоришь о своих регалиях а по факту ты просто оправдываешься пытаешься просто прописать почему я лучше всех остальных и знаете когда я читала это домашнее задание там было всего два человека которые написали про себя вот 5-7 строк и запомнились только они потому что когда читаешь всех остальных ты уже не понимаешь а что он делает ты ты читаешь про него как он живет чем он питается и тебе становится неинтересно слушать про кого-то про незнакомого человека и ты теряешь суть а чем же он занимается чем он мне может дать то есть там настолько много информативного шума отталкивает и как часто в вашей жизни есть этот информативный шум как часто вы отвечаете не на те вопросы которые вам сказали то есть сказали там напиши что ты можешь дать а ты написал какой то тебе спрашивают а ты завтра пойдешь вот на это мероприятие а ты говоришь а мне не в чем идти но тебя же не спросили в чем ты пойдешь тебя же спросили пойдешь ли ты и понимаете как в жизни происходит очень часто тебе сама сам твой мир сама твоя вселенная говорит ну вот на вот 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 бери а ты не можешь взять потому что ты привык вот это вот сусоливать ну как бы я конечно могу взять а чтобы это взять это мне нужно вот приехать к такому-то времени а я могу с кем-то приехать а в чем приехать лучше спортивном или в вечернем а что мы там будем где-то насколько это по времени зайдет и ты уходишь от от прямого легкого пути как часто ты заин задаешь себе вопросом сформулировать кратко четко сформулировать свою мысль ответить на тот вопрос который тебе задали они которые ты посчитал нужным оправдаться то есть смотрите ты пойдешь на мероприятие завтра и ответ мне не в чем идти то есть ты на ответ на вопрос не ответил а ты оправдался но я бы сходил но не в чем но я бы приехал к тебе там мамочка папочка сыночка но у меня работа но и тебя же никто не спрашивает про это это же ты говоришь потому что ты себе создаешь эти рамки ты себе создаешь а как тебе признаться что ты себе создал рамки нет ведь я хочу быть ха самым хорошим самым широким самым любвеобильным мне же нужно показать что это не мои рамки а это вот такие условия создались а я бы так хотел почему так важно опять же возвращаемся к тому почему так важно быть хорошим потому что только плохой человек может ответить коротко и быстро плохой в общепринятом понимании но такой какой есть для себя мы не можем быть плохими или хорошими ведь очень много людей даже не мы не умеют отказывать ну блин как отказать но я же ведь в принципе могу ну зачем я буду отказывать и ты не можешь сказать потому что ты не хочешь быть плохим ты так устал от того что ты для себя создал что еще вот этот груз тебе не потянуть тебе тяжело а как это облегчить как уйти от этого груза как сделать свою жизнь легкой ведь ведь нужно всего лишь только осознать что не бывает ты не можешь быть плохим или хорошим ты уже есть ты уже есть 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 такими действиями или без этих действий есть таким восприятием и ведь абсолютно не важно какое это восприятие оно просто есть и зачем тебе делать ему оценку зачем тебе делать себе оценку ведь только оценивая себя загоняешь себя в рамки ведь только оценивая кого-то ты загоняешь его в рамки и если он вывалится из этих рамок которые ты ему придумал ты разочаруешься потому что он уже будет не соответствовать но не соответствовать он будет не себе а не соответствовать он будет всего лишь твоим рамкам которыми ты очаровался а выпав из этих рамок ты разочаровался зачем тебе эти рамки зачем тебе постоянно получать боль от этого мира почему ты ты хочешь через боль идти вперед и осознаваться почему ты до сих пор не научился осознанию через простоту через простоту через принятие через восприятие через разрешение любому другому быть просто быть ведь это самое легкое благодарю то есть весь мир отражает меня и если я меняюсь то мир вокруг меня меняется так да конечно тут даже не столько ты меняешься столько сколько твое восприятие меняется ну вот смотрите я могу быть лохматой а могу ничего не делая с волосами быть кудрявой ведь это только восприятие мое либо кого-то вот как мне некоторые пишут что ой какие замечательные кудряшки а другие пишут ну что ж такое торчёску что ли тебе подарить почему ты вечно лохматая но ведь я одна и та же а восприятие разное меняемся ли мы нет никогда мы просто начинаем по-другому осознавать осознавать это не смена мы-то такими остаемся но осознание глубины оно нам позволяет выйти на новый уровень восприятия но у нас не отросла третья рука вторая голова нос на жопе не вырос мы не изменились мы стали воспринимать по-другому а когда ты себя воспринимаешь таким какой ты есть безоценочно ты просто есть ты просто говоришь ты просто делаешь действия и делаешь действия всегда стопроцентные на каждый момент времени стопроцентные и когда ты говоришь что блин ну надо было сделать лучше но ведь я могла нет не мог на тот момент и ты сделал ровно столько сколько нужно было ведь если ты сделал больше были бы меньше к тебе не пришли бы эти осознания, эти чувствования, эти эмоции, эти ощущения. И когда ты поймёшь, что каждый момент времени ты делаешь всё лучше и лучше, лучше не потому, что ты себя пожурил, а лучше потому, что ты в моменте. Когда ты понимаешь, что ты тогда сделал вот так-то, ты себе не говоришь, что я бы сделал лучше, а ты говоришь, зачем я бы сделал лучше? Сделай сейчас лучше. И сейчас. И снова сейчас. И опять лучше вот сейчас. И когда ты в моменте делаешь всё то, что ты думаешь, что ты можешь сделать лучше, лучше и лучше, и ты это делаешь, ты уплотняешься. Как перестать ожидать? Я всё время попадаю в эти чрезмерные ожидания. Ну, ты же попадаешь в ожидания, потому что ты... Мы когда ожидаем? Когда у нас, например, есть какое-то представление о том, как должно быть, должно быть в твоей голове. То есть, если мы хотим, чтобы нам подарили щенка, то у нас какие ожидания? Что это? Маленькая собачка с шерстью. А если нам принесли, например, лысого щенка, то это уже другие... Это уже не соответствует твоим ожиданиям. Но ты должен понять, ты хочешь того, что ты ожидаешь, либо ты хочешь того, что есть. Ведь в мире есть намного больше, чем ты ожидаешь. Ты ожидаешь только то, что тебе сказали, что это может быть. Ты ожидаешь только того, что ты себе придумал, думая, что тебе так будет легче, проще, понятнее. А если ты уберешь ожидания, то твой мир сразу же раздвинет все границы. И ты будешь просто принимать то, что есть. Ты готов к этому, к большому? Вот когда ты готов, либо готова к большому, к огромному, тогда у тебя не будет ожидания. И тогда тебе неинтересно будет что-то. Потому что оценка – это тоже рамки. А ты можешь выйти за эти рамки, не ожидая безоценочно. Да, Света. Город Эва говорил, никого не критикуете. А смысл? Смысл в критике кого-то. Что такое критика кого-то? Это когда мы критикуем кого-то, мы для чего его критикуем? Чтобы на его фоне выглядеть более хорошо. Да, вот он такой, вот она вот такая вот нехорошая мать. А я? Даже можно не говорить «а я». Уже предпасли. Если она плохая мать, значит, нет. Но если у тебя уйдет эта хорошесть, если тебе не нужно быть хорошей, и не нужно быть плохой, ты просто есть, тогда теряется любой смысл критики кого-то. Ее нет. Ты не можешь никого покритиковать. Потому что критиковать только можно, когда есть либо хорошо, либо плохо. А когда просто есть, не факт, что ты даже будешь драгоценное время на это тратить, чтобы вообще об этом поговорить, это обсудить. как идти к себе, а не уходить от еды? А почему ты думаешь, что ты не к себе идешь? А к кому ты идешь? Почему ты не хочешь видеть себя? Что тебе не нравится? какие ожидания себя ты сделал? Что ты не хочешь туда идти? Думая, что ты не идешь к себе. ведь когда человек говорит, я не могу прийти к себе, я не вижу, кто я, я не понимаю, это всего лишь в нем играет страх. Страх того, что он не придет к тому, кого нарисовал себе. возможно, даже на неосознанном уровне. Но если ты уберешь ожидания и оценочность, то ты сразу же увидишь себя. То ты просто есть. Юлия, ох, как здорово. Спасибо за ответ. Спасибо, Юнечка. Добрый вечер. Спасибо. Ведь этот мир абсолютно, абсолютно понятен. И в нем нет прекрасного вообще ничего. И в нем нет ужасного ничего. В нем все просто есть. И ты в нем просто есть. И все, что есть, это все для тебя. И ты все можешь взять, потому что это все твое. Потому что ты это для всех. Ребятки, я сегодня закончу пораньше. Я вас очень-очень благодарю, что вы задаете вопросы. Пишите больше вопросов под видео. Я соглашусь,